всем снова привет здравствуйте с вами снова я в общем что тут короче ну появилось замечание что я слишком много разговариваем много но мало дела поэтому ребят я наверно буду менять формат я буду втихаря вам показывать что дело и в описаниях просто оставлять что почем сегодня мы опять готовим сегодня готовлю блюдо которая ну как бы она ближе к лазанина как она называется на самом деле я не знаю короче смотрим в общем прежде всего для начала нам нужно подготовить там соус соусов у меня будет два красный бел первым делом заезжает сюда лучок поджариваем лучок на медленном огне лука много не надо у меня буквально здесь одна средняя луковица лучок в общем порядком притомился теперь сюда высыпаем морковки морковка тут тоже одна маленькая такая ну в общем пассировочка наша в ажуре уже теперь я сюда добавляю кетчуп ну что за кетчуп те кто давно смотрят меня они знают а те кто не знает добавляйте ваш самый любимый сейчас вот это вот дело немножечко закипятим чтоб у нас тут порядочек был ну и для чистоты вкуса добавим сюда шесть-семь зубочков наверное чеснока убираем эту сковородку в сторону ставим другую в эту сковородку наливаем приблизительно ну 250 300 грамм сливок сейчас они немножечко под закипят ливочки наши закипают теперь я сюда высыпаю нарезанную копченую куриную грудку те кто следят за событиями там на моем канале я в прошлом видео говорил что делаю курочку тут для блюда все у нас порядочек под закипела здесь сейчас мы сюда добавляем зелень зелень у меня это называется растение нас турца я нашел у тещи у моей любимой тещеньки светланы владимировны я нашел на даче она мне предложила угостила на вкушка на вкус как черемша но такая более ядренее такая вот на пробивает как лука глаза слезятся как будто корень хрена кушаешь и вот я решил сюда в это блюдо добавить это растение кто может не слышал цветочки выглядят на у меня подвявший вот такие вот цветочки у него они у тоже остренькие на вкус вот то у любит острый вот самое то и также имеет вот такие вот интересные листочки все кто заинтересовался ищите в цветочных магазинах своего города или в интернете но от той сочи тот найдите меня в вк с тещей договоримся может она вам семян подкинет и когда у нас здесь полный порядок мы выключаем газ выливаю сюда 4 колотых и размешанных яйца мне не надо чтобы она прям свернулась вот мне надо чтобы она полусырой ножка под замешаем этот момент думаю имеет огромный смысл все это дело еще хорошенечко посоль в общем две сковородки у нас готова то чего надо но теперь мне что осталось только сварить макароны вода ну в кастрюле газ закипела вода соль и макароны оригинальный ничего не нашел как вот эти вот бантики или бабочки общем с макаронами с нашими все в порядке теперь вываливаем сюда красный соус перемешиваем как следует теперь продолжаем следующие действия вот такая вот алюминиевая тарелочка и осыпем наши макароны в соусе чисто для разнообразия вкусов еще сюда немножечко сырного соуса так вот и и теперь потихонечку тоже небольшим слоем рассыпаем сюда наш белый соус с курицей копченой примерно вот так у нас это все получается теперь значит чем мы видим я поставил коптил очку сейчас я хочу это все дело еще красивенько так под коптить чутка чтобы вот привкус дымка прям преобладал значит у меня опилки здесь вишня с абрикосом абрикосовый аромат он вообще с овощами вот зелень он хорошо сочетается вот собственно я его сейчас и сделаю где-то он у меня будет дымить минут 20 25 вот собственно друзья как и ожидал цвет получился просто бомбезно вот закоптилась прям ну все вот это видите коричневый цвет такой вот принципе вот это я и рассчитывал на теперь сейчас сдабриваем это все сырком и думаю я сейчас это все уберу в духовочку минут на 15-20 прям горячий 180 градусов я это сейчас поставлю в духовку в общем вот она ну типа лазанья я не знаю как правильно существует вообще на свете копченая лазанья если да то мы назовем это копченая лазанья ну а если нет то я не знаю даже как это называется ну собственно и вот без этих украшений это все выглядит так посредственно но я помидорчиком перчиком украсил чтобы более или менее вид был такой ну презентабельный сейчас я вот так кусочек отрежу чутка попробуем ну в общем что давайте сейчас прикинем нормально вкусно приготовление рекомендую а так вам передать на вкус как выглядит копченая лазанья ну если вы не пробовали копченую лазанью как я вам передал если пробовал то вы примерно понимаете там о чем идет речь ну а собственно и все пора бы и прощаться пока